Да. Повелитель, великий визирь Рустем Паша ждёт, чтобы предстать перед вами. Пригласи. Прошу вас, Паша. Повелитель, я получил предварительные сведения о разведке. Выясняю их достоверность, только... Говори. Шахзаде Мустафа Хазрит-Лири, как мне доложили, во главе большого войска приближается к столице. Что ты говоришь, Паша? Что это значит? Я даже не смею произнести, Повелитель. Но есть лишь одно объяснение. Это бунт. Я не думаю, что Шахзаде может решиться на такое. Но мы должны это предусмотреть и принять все необходимые меры. Позвать ферха Дагу. Немедленно! Как прикажете, Повелитель. Витих Шахзаде Мустафу до прихода в столицу. Чтобы даже не пытался войти в город. Пусть возвращается в Санжак и ждет моего решения о его судьбе. А если он откажется и будет настаивать на неподчинении, тогда ни в коем случае не дайте ему пройти. Помешайте любой ценой. Повинуюсь воле благородного Падишаха. Можешь идти. Рустам, сообщи главнокомандующему флотом Мехмеда Паша. Пусть контролирует силы на берегу и в море. Мехмед Паша как раз и принес эту весть. Я передал ему распоряжение. Он примет меры. Хорошо. Однако мы не знаем, как долго он сможет сдерживать флот. Кроме того, капитанам покойного Хазыра Хайредина Паши не нравится его присутствие. Приказываю здесь я, Рустам. Если хоть один из этих кораблей выйдет в море, никому головы не сносить. Никому! Сообщишь, когда станет что-то известно о передвижении Мустафы. Можешь идти. Как прикажете, повелитель. КОНЕЦ КОНЕЦ О, Аллах, помоги мне, О Всевышний. Защити меня от столкновения с собственным сыном. Не дай моему мальчику погибнуть от удара моей сапли. А если моя просьба слишком велика, и мне предстоит быть сломленным предательством сына, то позволь моему сердцу проявить милосердие. О, Аллах, помоги мне. О, Аллах, помоги мне. Шикзаде, нас, кажется, встречают. Евуз, посмотри, кто это. Подожди. Янычары. Тургут Рейс, согласно вашему приказу, подплыл в Средиземное море, повелитель. Салих Рейс находится в Алжире. Пусть немедленно поднимется на корабль и обследует окрестности. Боюсь, что и там неспокойно. Кто на такое осмелится? Если мой сын собирает войско и идет маршем на столицу, то почему там должно быть спокойно? Мустафа наверняка надеется на поддержку. Паша, Хазрат Лири, я сообщу поберечься на вашем... Прочь с дороги. Паша, Паша! Паша, Хазрат Лири! Как ты смеешь, Рустем? Повелитель, простите меня. Обстановка весьма осложнилась. Шахзаде Мустафа уже подошел к столице. Как это возможно? Эрхатага перешел на сторону Шахзаде Мустафы. Шахзаде с воинами направляется прямо ко дворцу. Шахзаде Мустафа Шахзаде Мустафа Все те, кто сейчас находится здесь, и Шахзаде в первую очередь, поклялись повелителю своей преданности. Но я вижу, что вы не в себе, и вами овладело настоящее безумие. Но вам даже и сомневаться не стоит. Благословенный Падишах, султан Сулейман Хан, никогда не простит этого. Или вы сложите оружие и сдадитесь на милость нашего великого государя, или же все вы падете с жертвой его священного гнева. Решать вам! Решать вам! Передайте повелителю. Я хочу встретиться с ним и поговорить. Как только Ферхата Гай вернет всех солдат в казармы, ваше желание может исполниться. Это приказ, Рустем! Немедленно скажи повелителю, что я хочу встретиться с ним! Субтитры создавал DimaTorzok Повелитель. Шех Заде хочет поговорить с вами. Он поговорить хочет? Янычары не возвращаются в казармы. Полагаю, что Шех Заде захочет заключить с вами соглашение, чтобы взойти на трон без крови. Где дворцовая конница? Часть у ворот дворца. Остальные на ипподроме готовы, и во всеоружии ждут ваших приказов. Кроме того, в столицу вот-вот прибудут воины из Эдирной и окрестных вилоедов. Повелитель, по-моему, самое благоразумное это позволит Шех Заде с вами встретиться. Мы ожидаем вашего решения, ибо мы в силах разгромить Шех Заде вместе со всеми пришедшими с ним воинами. Шех Заде Субтитры создавал DimaTorzok Повелитель, Как ты смеешь сюда являться игнорируя мои приказы и приводя с собой солдат? Ты кем себя возомнил? Что за наглость? Простите, но я не хотел предстать перед вами таким образом. Однако я был вынужден. Не мог делать вид, будто ничего не произошло. Пусть другие сомневаются, но уж вам-то и Всевышнему известна моя преданность вам. Если вы хотите отнять мою жизнь, то вот я перед вами. Только сделайте это, глядя мне в глаза. Ты сам сейчас слышишь, что говоришь? Затеваешь восстание и при этом толкуешь о преданности. Ты велся убить меня? Разве не правда, что письма, в которых говорилось обо мне, привели воскрешение и убить меня? С одной стороны, своими красивыми речами вы льстите мне, а с другой, вы решили лишить меня жизни, послав отравленный кафтан. Отравленный? Великолепный кафтан, который вы мне прислали. Я сначала заставил надеть чауша, который его привез. И некоторое время спустя он упал замертво. Если бы мама в последний момент не успела предупредить, на его месте был бы я. Уйдите. И вы тоже. После этого чудовищного события матушка мне все объяснила. Много лет назад вы пережили такое же. Мой дед, покойный султан Селим Явус. А ты в это поверил, так? Поверил, что я могу убить своего сына, да еще и таким образом. Но в сундуке на кафтане лежало письмо с вашей печатью. Что же еще я мог подумать? Как такое пришло тебе в голову, Мустафа? Разве я могу отдать приказ о казни таким предательским образом? Вы мне говорили, что Шахзаде должен допускать любую возможность. Именно эти слова не выходили у меня из головы. И в конце концов привели меня сюда, повелитель. Я пришел не отнять вашу жизнь, а отдать вам свою. В таком случае почему ты пришел с саблей на поясе? Почему не пришел безоружно? Потому что так подобает сыну правителя этого мира, отец. Я хотел умереть как воин. Мустафа, я еще там? Мы ждем Шахзаде. Простите. Однако я не могу вас пустить. Если хоть один волос упадет с головы моего брата, очень многие потеряют головы. Особенно те, кто устроили им ловушку. Лучше возвращайтесь к себе, Шахзаде. Никто не смеет указывать мне, что делать. Рустем Паша. Брат, не бойся, все в порядке, Джихангин. Повелитель хочет тебя видеть. Повелитель. Пошли весть всем дворцовым конникам. Пусть расходятся по казармам. Как прикажете, Повелитель. Однако я бы хотел напомнить, что юночары по-прежнему стоят перед дворцом. Делай, что я сказал, Рустем. Можешь идти. Стража! Перхада агу сюда. Я приказал тебя остановить, Шахзаде. Однако ты не только не подчинился моему приказу, но и пришел сюда вместе с ним. Так? Как можно, Повелитель. Позвольте мне объясниться. Рассказывай. Я преградил дорогу Шахзаде и сообщил о вашем приказе. Он сказал, что едет лишь для того, чтобы с вами поговорить. Один на один. И безо всякого оружия. Кроме того, воины, которые пришли с ним, должны были ждать в узкий ударе. Услышав это, я понял, что у Шахзаде вовсе не было намерения поднимать бунт. А раз так, то вместо того, чтобы мешать примирению между вами и Шахзаде, я решил поспособствовать встрече. А что, если бы Повелитель не принял его? Что было бы тогда? Я бы сделал все, что потребовалось бы, чтобы вернуть Шахзаде в его санджак, Паша Хазритвери. Вот так все и было, Повелитель. Моя жизнь, как всегда, находится в вашей власти. Я все услышал, Ферхатага. Можешь идти. Повелитель. Что бы там ни было, на то, что сделал Ферхатага, простить невозможно. Я видел его, и Янычар тоже. В глазах у них горел гнев, а в руках были сабри. Кто Рустем Паша? Кто отравил кафтан, который я послал сыну? Кто желает сделать Мустафу моим врагом? Кто? Ты мне вот на что ответь. Кто угодно может помогать Шахзаде поднять восстание, Повелитель. И кто же это? Мои визири? Паши? Беи? Или кто-то из моих близких? Госпожи? Мои дети? Возможно, предатели не так близки к вам, Повелитель. Это могут быть враги, которые не могут победить Османское государство на поле боя. Кто бы это ни был, найди его и приведи ко мне, Рустем. Ибо это твой долг. Знаешь, в чем одно мое утяжение? Шахзаде, несмотря на подлую интригу, не только не поднял бунт, но пришел и сдался мне. Вы пригласили брата Тахмаспа, Алкаса Мерзу, приехать в столицу, Повелитель. Через десять дней он должен будет прибыть в Эдирно. Почему в Эдирно? Рустем Паша отдал такое распоряжение. Но если это вам не угодно... У меня нет возражений. Мне бы хотелось, чтобы Шахзаде встретили со всеми почестями. Главный слуга дворца Ахмед Ага этим занимается, Повелитель. К тому же Рустем Паша хочет лично отправиться встречать Шахзаде. Шоколу, подойди. Я бы хотел, чтобы ты лично расследовал историю с Кафтаном. Ты должен выяснить, кто его отправил. Но я прошу тебя сохранить расследование в тайне. Ни Рустем, ни кто-либо другой не должен ничего об этом знать. Я вас понял. Как прикажет наш великий Падишах. Можешь идти. Повелитель, Шахзаде Мустафа и Шахзаде Джихангир Хазрат Лири пожаловали? Пусть войдут. Повелитель. Мы сейчас с Рустемом Пашой встретились. Он сказал, что начал расследование дела с Кафтаном. Уверен, что все причастные к этой истории понесут наказание. Боюсь, не так просто будет добраться до правды. Особенно, если учесть, что Рустем Паша занимается этим. Что ты имеешь в виду? Я не верю ему. По его словам, яд нанесли на Кафтан по дороге. Но Джихангир так не думает. Он уверен, что Кафтан был отравлен еще до того, как покинул дворец. Подтверди, Джихангир. Джихангир. Я люблю Мустафу. Тебе это известно. Эта история с Кафтаном просто ужасна. И я тоже все это не одобряю. Но ты не должен говорить с Повелителем об этом. Я просто боюсь, что в противном случае все печально закончится. Рустема опять выгораживаешь. Да при чем здесь он? Пойми, эта ситуация касается нашей матери. Их отношения с Повелителем и так напряженные. Джихангир, будь же благоразумен. Подумай, ведь маму могут посчитать виновной в этом. Я не могу утверждать что-то с уверенностью. Особенно в таком щепетильном деле. Это лишь мое предположение. Сундук с кафтаном был отправлен в путь со стражниками и гонцом. Учесть гонца известно. Умер, стоило ему надеть кафтан. Я допросил всех стражников, однако не смог получить нужных доказательств. Но мне удалось выяснить очень важную вещь, Повелитель. И что же? Кафтан сшит портным, который теперь бесследно исчез вдруг. О нем никто ничего не слышал с тех пор. Разыщи его и приведи ко мне. Я дал указания, Повелитель. Уже ищут. Однако я уверен, что его найдут мертвым. все указывает на то, что отравлен этот кафтан был до того, как его вывезли из дворца. Продолжай расследование, Соколу. Ни в коем случае не отступай. Кто бы не стоял за этим преступлением. Ты меня понял? А теперь иди. Знаешь, много лет назад мне тоже прислали отравленный кафтан. В тот черный день на меня будто бы обрушился весь мир. Но я тогда промолчал. Мне даже в голову не пришло поднимать бунт. Я похоронил этот проклятый кафтан вместе с гневом, вышивавшим в груди. В тот день я кое-что пообещал себе. Я тогда дал себе слово, что чего бы мне это не стоило, я не позволю пережить такое своему сыну. я клянусь перед лицом всемогущего Аллаха. Я тебя не предам. Никогда поверь мне. если бы я сюда не приехал и как вы тогда зарыл этот кафтан, я бы никогда не узнал правду. И эта горечь съедала и убивала бы меня изнутри. сегодня, повелитель, я даю слово и себе, и вам. Больше никогда я не заставлю вас отопережить. И клянусь перед лицом Господа нашего Аллаха, что никогда не поднимусь против вас. Никогда поверьте мне. Человеческая душа это бесконечные круги рая и ада. В каждом кругу есть прекрасные сады, источные ямы, цветы и сорняки, чистые озера и испепеляющие планы. Погружаясь все глубже в ад, ты сталкиваешься со злом, которое сам сотворил. Тьма прошлого нескончаема. Она следует за тобой по пятам всю жизнь. Сказанная тобой ложь, разбитые тобой сердца, ревность, несправедливость, предательство, злые намерения вдруг встают перед тобой. данные когда-то от чистого сердца и потом нарушенные клятвы будут преследовать тебя как бессмертные духи. И тогда ты поймешь. Стоит лишь раз человеку пообещать я никогда этого не сделаю. Дьявол бросает все дела и не отступается до тех пор, пока не заставят его нарушить слово. и отступает. Стоит и до 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 Субтитры создавал DimaTorzok